Получивший временное политическое убежище в России, экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден выдвинулся на получение главной правозащитной награды Евросоюза премии имени Андрея Сахарова. Решение о выдвижении его кандидатуры было принято левыми фракциями Европарламента на фоне очередного витка скандала с американской прослушкой в Европе. Есть ли у Сноудена шансы стать новой иконой мирового правозащитного движения? В этом разбирался Вадим Милицин. Андрей Сахаров, Нельсон Мандела, Эдвард Сноуден. Список логически целостен и в нем нет ошибки. Сахаров дал имя главной правозащитной премии Европарламента. Мандела стал ее первым лауреатом в 1988 году. Сноуден, возможно, получит премию в этом. Кандидатуру беглого технического сотрудника ЦРУ и АНБ выдвинули левые фракции Европейского парламента. Мы, зеленые, номинируем Эдварда Сноудена на премию Сахарова с великой гордостью. Это юбилейное 25-е вручение премии. Американец, изобличивший противозаконную деятельность спецслужб, в полной мере олицетворяет собой ценности, сторонником которых был Андрей Сахаров. Руководствуясь тем, что подсказывала ему совесть, Эдвард Сноуден выступил против тирании государства, поставив на кон свою собственную жизнь. Скандал вокруг разоблаченной Сноуденом противозаконной деятельности американских спецслужб последние недели как будто бы сходил на нет. Однако накануне вспыхнул с новой силой именно здесь, в Брюсселе, где размещаются структуры Европарламента. Национальная коммуникационная компания Бельгии Белгаком выяснила, что агентство национальной безопасности США в течение нескольких лет отслеживало международные переговоры ее клиентов, главным образом с Лижним Востоком и Северной Африкой. Руководство компании пригласило экспертов для поиска в системе шпионских программ на фоне разоблачений Сноудена. Специалисты подтвердили, что прослушка осуществлялась в масштабах, которые по зубам лишь структурам развитого зарубежного государства. Названия конкретных стран и организаций так и не прозвучали, но о ком именно идет речь, всем и так понятно. Как только следствию удастся доказать вину организаторов вторжения, мы со всей решительностью предпримем ответные действия. Как считает большинство наблюдателей, никаких ответных действий на самом деле не будет. Европейцы не станут портить отношения с американским союзником. Это же касается и премии Сахарова. Шансы Сноудена получить награду крайне невелики. В противном случае получится беспрецедентно дерзкий по меркам осторожной Европы выпад в сторону США. Помимо беглого американца на премию выдвинут бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский, белорусские политические узники Олесь Беляцкий, Николай Статкевич и Эдуард Лобов и, наконец, 15-летняя пакистанская активистка Малала Юсуфзай, подвергшаяся нападению талибов за свою просветительскую деятельность. Вряд ли Европарламент обойдет своим вниманием страдания юной правозащитницы.